МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу День в студии Татьяны Захарова. В начале выпуска о главных его темах. Руководители городской администрации проинспектировали спортивные базы «Строитель» и «Торпеда». Их реконструкция близится к завершению. Жюри конкурса «Мойтищинский двор» улица-усадьба 2013 года прогулялась по дворам, претендующим на победу в номинации «Лучший дворик». Паралимпийцы сборной России по парусному спорту отправляются в Ирландию на чемпионат мира. Им пожелала удачи наша съемочная группа. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. Конец лета и начало осени неизменно сопряжены с большим количеством как спортивных, так и культурных мероприятий. Поэтому на спортивных базах города полным ходом идет подготовка к новому сезону. Уже завершились работы по ремонту напольного покрытия в спортивном комплексе «Строитель». Заканчивается реконструкция стадиона «Торпеда». Подробность у Алины Мухиной. Спортивный комплекс «Строитель» – одна из главных спортивных площадок города Мутищи. Здесь проходят важные футбольные, волейбольные и баскетбольные матчи. И вот уже совсем скоро, 30 августа, наша футбольная команда сыграет в дружеском матче с футбольным клубом «Динамо». На этот раз игра будет проходить на новом напольном покрытии, которое только недавно сдали в эксплуатацию. Его цикливать многократно можно, поэтому здесь, в принципе, эксплуатация, сколько вы говорите? Эксплуатация, значит, ассоциации производителей пленовых полов дается 25-30 лет. Штучный паркет с амортизирующей подложкой был установлен в рекордно короткие сроки. Технология проверенная, в том числе и зарубежными спортсменами. Работа длилась всего три недели. Разметки игрового поля удобны и для волейболистов, и для баскетболистов, и для игроков в мини-футбол. Материал, из которого выполнено покрытие – твердый канадский клён. Он более долговечный, чем белое дерево. Масштабные работы завершились и на стадионе «Торпеда». Это старейший стадион города. Его открыли в 1928 году, а последняя реконструкция здесь была проведена в 1946. И вот сейчас к концу подошел новый капитальный ремонт. Вокруг стадиона было установлено новое металлическое ограждение. Строители обновили футбольное поле, провели тепло- и электрокоммуникации, а также благоустроили территорию. Но на этом реконструкция стадиона не закончится. А в следующем году ожидается еще один этап строительных работ. Акцент будет поставлен на организацию спортивного досуга молодежи. Здесь не только поиграть в футбол или на хоккейной площадке, или в волейбол, где будут обустроены волейбольные площадки, но и заняться. У нас здесь есть уже несколько клубов, которые будут начинать заниматься. Вот зона, видите, малых спортивных форм, которая обустроена, где занимаются уже тоже спортсмены. Особое внимание мы уделили турникам, потому что сейчас-то очень стало модным. Ну а пока заканчиваются последние приготовления. Выполняется разметка беговых дорожек, красятся оштукатуренные стены, ведутся подготовительные работы к установке электронного табло. Работы планируется завершить до 20 августа. Алина Мухина, Олег Степанов, информационная программа «День». Ввод в строй новых детских садов – задача приоритетная. В скором времени три из них должны принять своих воспитанников. Известен срок сдачи – 30 августа. Успевают ли к нему строители, можно было увидеть воочию во время инспекционной поиски главы района, руководителей управления образованием и строительных организаций по пусковым объектам. Успеть еще надо очень много. На улице Юбилейная, 26, где детский сад расположен на втором этаже жилого многоквартирного дома, отделочные работы в самом разгаре. Готовность общестроительная высокая. Конечно, очень много работ еще, будем говорить, отделочного характера. Тут очень важно сейчас и организационно, чтобы могли организовать, чтобы отработать значительное количество рабочих. Надо организационно застройщику очень хорошо потрудиться. Активно ведутся работы и в частном детском саду на улице Колпакова. Летние дожди серьезно задержали строительство кровли. Теперь дорог каждый солнечный день. Когда речь заходит о скором сроке сдачи объекта, большинство специалистов выражают сомнения. Но кроме сроков, которые можно где-то отодвинуть, есть еще дети, которые ждать не умеют и не должны. В этом отношении раньше всех примет своих воспитанников детский сад на Шараповской, где работы близки к завершению. У нас сроки согласованы застройщиком. Сроки согласованы программой «Дорожная карта». Мы эти сроки будем выполнять, а проблемы технические на то не проблемы, чтобы их решать. Пока нет нерешаемых проблем. Сразу за забором садика ведется еще одна срочная работа. Тротуар. Очень нужный жителям соседних домов. Он пострадал в ходе строительства основного объекта. Теперь он восстанавливается в новом качестве. Сергей Берзин, Алексей Илюшин. Информационная программа «День». В рамках заседания комиссии по благоустройству администрация городского поселения Мытища провела финальный объезд территорий, претендующих на победу в конкурсе «Мытищинский двор, улица, усадьба» в номинации «Лучший дворик». В финал вышли 9 дворов. Из них 5 территорий находятся возле многоквартирных домов, построенных после 2000 года и 4 с 1980 по 2000. Вместе с комиссией осмотрела лучшие дворы и наша съемочная группа. В финал конкурса «Мытищинский двор, улица, усадьба» 2013 года в номинации «Лучший дворик» вышли 9 территорий. Чтобы принятое решение было объективным, жюри конкурса учредило две под номинации. Первая – «Лучший двор многоквартирных домов», построенных после 2000 года. Во вторую вошли территории возле домов, возведенных с 1980 по 2000. Улица Сукромка, 21, первый адрес. Дом новый, сдан в эксплуатацию в 2005 году. Прекрасный двор, ухаживают за которым управляющая компания управления заказчика ЖКХ, ЖКО «Берег» и инициативная группа жителей дома. Это придомовая территория, чистая, здесь много цветочных клумб и различных поделок. Валентина Пахабова, член инициативной группы жильцов дома, большую часть времени проводит во дворе. Дизайн разработан женщиной. Лебеди из шин, паровоз из кадушек, поросята из канистры, многое другое – ее рук дело. Но даже не это удивило комиссию. Главные помощники Валентины Михайловны – дети. Ребята принимают самое активное участие в обустройстве двора. Это Лешенька у меня. Помощник уже на протяжении трех лет. Леша, расскажи, что ты делаешь. Ну, поливаю. Иногда в том году святые сажал. Здесь есть и детский уголок. В нем рассажены мягкие игрушки. И большие, и маленькие. Когда вырастаем и с игрушками уже не играем, приносим Валентина Михайловна. Она придумывает, что с ними делать. Следующий адрес – улица Юбилейная, 37, корпус 1. Этот дом построен в 1994 году. Здесь есть и просторная детская площадка, и место для отдыха взрослых. Вокруг – цветочные клумбы. Эта дворовая территория отличается от первой. Она не такая красочная, а поделок элементов дизайна не так много. Но на это есть свои причины. Андрей Николаевич хотел подчеркнуть для членов комиссии, что территория, на которой мы сами находимся, она никогда не была в комплексном благоустройстве. В каком-либо там или мытищенский дворик, или благоустройство в дворовой территории, или квартала. То есть вот этот уровень поддерживают жители и спецсвен транс. Следующий двор – Юбилейная, 13. Первое, что бросается в глаза – огромное количество цветов. Эта придомовая территория, пожалуй, одна из самых цветочных. В самом начале экскурсии представителям двора было сделано замечание. Можем вам замечание все сделать? Ну вот это надо было прибрать. Это уж, наверное, двор не должно брать. Правда? Они инициативные жители. Правда? Вы же готовили территорию. Но это ж тыдно. В целом этот двор приятно удивил комиссию. Цветы придают ему особую яркость и красоту. Следующий адрес мира – 38. Дом был возведен пять лет назад. Современный двор, на территории которого есть все необходимое, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно. Спортивная площадка с резиновым покрытием, площадки для бытового обслуживания, отдыха взрослых и детей. Мы высадили вот эти вот шесть клёнов, высадили шесть вот этих сосен. Вот это пихта, там дальше рябина. По периметру дома высадили 26 либ. Ну и, соответственно, я уже не говорю про сирень и про те мелкие кусты, которые есть. И это не всё. Здесь повсюду установлены элементы ландшафтного дизайна и малые архитектурные формы. Каждый камень и пенёк стоит на своём месте и выполняет определённую функцию. Никого не оставило равнодушным самодельный мостик через речку, выложенную белыми камушками. Совсем скоро будут подведены итоги конкурса. И мы узнаем, какой двор – самый лучший. Татьяна Захарова, Сергей Власов, информационная программа «День». Проблема качества и функциональности дорог, а также транспортного обслуживания – тема всегда актуальная. Поэтому в правительстве Московской области большое внимание уделяют вопросу развития дорожно-транспортного комплекса. Уже сейчас разработана государственная программа Московской области на 2014-2018 годы, направленная на повышение качества и доступности транспортных услуг населению, развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, повышение экологичности и безопасности дорожно-транспортного комплекса. Также важнейшим проектом программы является строительство ЦКАД. К 2019 году планируется завершить работу и ввести в эксплуатацию новую магистраль, которая будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях. Также правительство Московской области ставит задачу – повысить комфортность и привлекательность общественного транспорта на основных направлениях Ближнего Подмосковья за счет снижения времени в пути на 10-20 минут. Кроме того, планируется увеличить пропускную способность автомобильных дорог регионального значения, построить и реконструировать 35 мостов и путепроводов, а к 2018 году ликвидировать грунтовые дороги. В рамках государственной программы Московской области развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса ряд качественных изменений произойдет и в мытищах. В нашем генеральном плане определена транспортная схема развития нашей территории. Эмплан у нас до 1935 года. Значит, включает он в себя два варианта прохождения легкого надземного метро. В этом году включает в себя размещение депо Московского метро, строительство, вернее реконструкцию Ярославского и Дмитровского шоссе и Остасковского шоссе, строительство новой, так скажем, так и называют хорды, соединяющей Дмитровское шоссе в районе деревни Виноградова и Ярославское шоссе в районе деревни Тарасовская. И, соответственно, еще ряд наших внутренних дорог, перехватывающих парковки. У нас две предусматриваются. Одна на станции Мытищи, вторая на станции Перловская. Среди наших земляков 65 гордостью носит звание почетный гражданин Мытищинского района. Сегодня районные депутаты в рамках очередного заседания обсудили еще две кандидатуры. Звание почетный гражданин присваивается людям, внесшим большой личный вклад в развитие благоустройства Мытищинского района. Первое звание было присвоено в 1980 году космонавту Владимиру Аксенову. В повестке дня 72-го заседания районного совета депутатов этот вопрос значился первым. Звание почетный гражданин Мытищинского района присваивается нечасто, поэтому и подход к отбору кандидатур особый. Совет директоров школ выдвинул на рассмотрение кандидатуру Фаины Гуськовой. Она возглавляла управление образованием Мытищинского района с 1992 по 2001 год. А районный совет ветеранов представил депутатам Нину Шамагину, заместителя руководителя администрации городского поселения Пироговский. Объявляется голосование. Депутаты проголосовали единогласно при одном воздержавшемся. Далее народные избранники обсудили вопросы, касающиеся изменения статуса подразделений районной администрации. Утверждены новые положения об управлениях образования, здравоохранения, культуры и управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью. Теперь они наделяются статусом юридического лица. А вместе с этим получают большую самостоятельность, но и большую ответственность. К примеру, управление образования получает до 80% районного бюджета. Как эффективно они будут расходоваться, теперь зависит от инициативы, умения и способности рационально вести дело. Сергей Берзин, Дмитрий Мулько, информационная программа «День». Вчера, 14 августа, около 14 часов, напротив дома 12 по улице 1-я Пролетарская, полицейские обнаружили автомобиль, который вызвал у них подозрения. Осмотрев его, они обнаружили там 92 пакета курительной смеси «Спайса». Сотрудники третьего отдела незамедлительно задержали мужчину, который распространял этот наркотик. Тот, в свою очередь, не сознается в содеянном. На вопрос нашего корреспондента, за что его задержали, он ответил, что полицейские не имели права привозить его в отдел. На данный момент человек не сознается. Сейчас проводятся мероприятия, будет проводиться исследование. После исследования будет приниматься решение о возбуждении уголовных дел. Таких преступников мытищинские полицейские ловят нередко. Но вся беда в том, что зачастую их приходится выпускать после проведения экспертизы. Сейчас на данный момент является, наверное, очень глобальной проблемой. Проблемой не только третьего отдела полиции Лиматищ, но и всего Московского региона. На данный момент он получился по стране в связи с тем, что многие из них еще по формуле не входят в список наркотических веществ. И привлечь к уголовной ответственности таких граждан очень тяжело продажи. А эффект наркотического опьянения очень сильный. Я давно хотел в свою квартиру. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист. Я не должен знать все законы. Соседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, в долг выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. Николай Уляшев, Елена Белодедова, Дмитрий Хомич и Александр Павлов под руководством главного тренера паралимпийской сборной России по парусному спорту Сергея Московцева отправляются в Ирландию. Там с 20 по 31 августа пройдет чемпионат мира среди яхтсменов в паралимпийском классе 2,4. О том, как спортсмены собираются в дорогу, расскажет Светлана Кузнецова. Ирландский город Кенсел с нетерпением ждет пара олимпийцев со всего мира. Наши российские яхтсмены уже в полной боевой готовности. Куплены билеты, оформлены визы, осталось дело за малым – собрать все оборудование. Это самый ответственный момент. Ведь тут главное ничего не забыть. Наши спортсмены уже не раз выходили на воду, отрабатывали стандартные приемы. Елена Белодедова рассказала, что только делает первые шаги в этом виде спорта, и хоть иногда что-то не получается, она очень старается. Все сразу не может, ни у кого получится, наверное. Что-то получается, что-то не получается. Но если не получается, то работаем над этим. А вот для Николая Уляшева это уже не первые крупные соревнования. Он является трехкратным чемпионом России. Николай считает, что их команде еще не хватает тренировочных дней. Немного подкачала погода. Шансы всегда есть. Шансы всегда есть. Как мы там себе представим, как мы себе выступим, все будет зависеть от нас, только от нас. Наши подготовки. А наша подготовка пока еще слабенькая. И несмотря на то, что наша команда не так много выходила на воду, они все равно очень плодотворно готовились к чемпионату. Смотрели видео с тем, как ходят их соперники и делали заметки. Можете, в принципе, увидеть на ютубе, как ходят чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира предыдущие. Да, конечно, смотрим, чего они достигли и стараемся тоже не подкачать. Соперников наши спортсмены знают. Настрой на борьбу у них есть, поэтому отправляются яхтсмены с хорошим настроением. А мы будем ждать их с результатами. Светлана Кузнецова, Олег Степанов. Информационная программа «День». На этом выпуск новостей подошел к концу. Нас также можно смотреть в онлайн-эфире на сайте www.tvmy.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова